Ваши вопросы, может, соберусь к вечеру, поотвечаю. Но сегодня глава занята вообще чем угодно, но только не Инстаграму. Лайфхак какой рабочий, отвлекаться от Инстаграма. От всех этих забот. Анька. Вот такая. Я есть в Телеграм-канале, ссылка на него висит в профиле. Мама едет, едет, жду ее. Сказала, что мне нужно сладенького. Попросила, вот жду, сейчас должна приехать. Лерочек, привет. Спасибо большое. Дома срачи. Есть нечего. Хозяин ходит, конечно, хмурится. Я говорю, ну куда? Сейчас Инстаграм отключат. Ну все, как я вам советовала. Лерок, спасибо тебе большое. Я у тебя просто любимая. Все дело в этом. Как пользоваться VPN, разобрались? Ну у меня подключен VPN, уже, наверное, неделю через него сижусь. Валюх, привет. Какие цены у вас? На что именно? Куда вам столько баклажан и перцев? Перцы буду сажать себе. У меня-то получилось. Я думала, что 250 будет. А у меня в итоге штук 150, если есть. В том году было 90. У меня, так что, в принципе, нормально. Сейчас места больше. Баклажаны буду продавать по месту здесь, наверное. Грунт какой состав делаете на рассаду? Повторите, если можно. Наверное, сегодня выкину в Телеграм. Я сюда уже не хочу ничего писать. Если не заблочат инсту, буду писать. А так, пускай вот это красочное, хорошее видео остается здесь последним. Не хочу, потому что у меня сейчас не самые позитивные мысли. А я не могу писать оппозитивно. Ну, не то, что не позитивно. Не так. Меня сейчас заботят другие темы. И все, что меня заботит, оно отражается обычно на моих текстах. Поэтому пусть будет такой хороший, добрый пост висеть. Не волнуйтесь про операцию. Все будет хорошо. Я тоже так думаю. Что решили со стимулятором? Решили менять. Божья коровка. Из Германии. Спасибо большое. Аля, 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 передайте привет. Катри, привет. Да всем привет. My love. Спасибо большое. Вы и ваша мама. Супер. Подождите, сейчас она приедет. Напишите еще разочек ей, чтобы она тут растаяла. Чемодон наупакованный. Мы по всему интернету трудим. Уже голоса жужат. Слушайте, я, да, блогеры, конечно. Мы тут все в панике. Но я смеюсь, я говорю, бедные вы, подписчики, которые скачете по всем этим ссылкам, регистрируетесь в этих социальных сетях, подписывайтесь на все. Я просто не представляю, какой у вас дурдом сейчас. Везде всех посмотри. Кардиостимулятор не купила, буду менять. Ну, он же ж никак в магазине продается, в больнице. Бизнес ваш не страдает? Ну, слава богу, держимся. Хотя, конечно, цены закупочные выросли на многие позиции и выросли очень существенно. А когда инсту блокернут? Ну, если я правильно понимаю, что сегодня ночью. Но, возможно, завтра ночью. В общем, ничего не понятно. Спасибо большое. Пусть операция пройдет. Хорошо, господи, пусть. Пару раз встречала вас лично. Как-то немного дико. Я вас знаю, вы меня нет. Спасибо большое. Ну, конечно, как я вам могу узнать, у вас фотографий нет. Так быстро добавили фотографию. И в следующий раз, когда мы встретимся, я вас тоже узнаю. Спасибо большое. Привет из Беларуси. Привет. Наверное, уже сто раз рассказывала. Хозяин родился в Беларуси мой. Сильно исправитесь. Да уж, конечно, куда ж я денусь. Спасибо большое. Можно я про операцию не буду? Слух зачитывайте. А то я боюсь, что я сейчас начну немножечко так подвывать. Не хочется плакать в прямом эфире. Я вижу все, читаю. Спасибо вам огромное. Все это принимаю и пропускаю через себя. Но просто если я буду это произносить, мое моральное состояние немножко пошатнется. Нет, не российский кардиостимулятор. Сейчас у врача есть в наличии самые лучшие КС, которые есть. И именно поэтому я хочу его сейчас поставить. Видите, у меня начинаются. Это вот эта паника. Я начинаю чесаться. С Узбекистана. Ого, привет. Вы так и не рассказали, что случилось с вашей собачкой. Я рассказала, писала пост на странице. Он есть. Собачка наш умер. Господи, прям не прямой эфир, а какой-то. Я не знаю, ужас какой-то. Нету Джека больше, к сожалению. Но дети об этом не знают. Они думают, что он убежал с невестой. Счастливое будущее. Мэриэл, привет. Где родился хозяин? Ой. Мигилевская область? А дальше не помню. По-моему, если не ошибаюсь. 14.03 в 0.00. Ну так 14.03 начинается как раз-таки в 0.00 в ночь с 13 на 14. Это насколько я знаю. Просто у меня так была ситуация. Однажды... Сейчас, простите, сяду поудобнее. У меня однажды так кума моя на море уезжала. В 0.00 на поезде 14 числа приехала. А поезд вчера ушел. Поэтому мне кажется, что ее блокернут сегодня ночью, если блокернут. Юлька, привет. Королева моя томатная. Какие у вас есть традиции хорошие в семье? Ну, самая главная традиция в семье у нас – это быть семьей, наверное. А вообще у нас веселая очень традиция есть. На каждый день рождения на голове у именинника мы разрезаем торт. И в тот момент, когда... Ну, не то, что режем на куски, а надрезаем. И в тот момент, когда надрезают, именинник загадывает желание. Такая традиция, она уже ушла по рукам, по головам практически. Очень интересно всегда, обычно люди прям с таким недоумением наблюдают. Не знаю, какая у нас еще традиция. Все? Вкусно? Есть? А ты в ВКонтакте есть? Да, оставляла ссылку сегодня на ВКонтакт на свой. Обещала там неделю розыгрышей. А вот теперь думаю, в процессе сбора документов, ну ладно, что-нибудь придумаем. Как там ваша рассада пожевать? Да вроде ничего, перцы всходят, но как-то очень туго всходят. Переживаю, хоть бы взошли. Очень мало пока что взошло. Я тоже на нервах чешусь. Понимаю. Эстония. Ого. Помидоры посадили? Нет, жду маму, сейчас будем сажать. Помидоры надо обязательно сажать. Санкции, операции. Все это второстепенно. Важно посадить рассаду. Куда без помидоров-то? Спасибо большое. У нас что-то сегодня прохладно так на кухне. Хозяин, наверное, поменьше топления сделал. Спасибо, спасибо, спасибо. Я тоже так улетела в 0-0. Ну вот, поэтому я предполагаю, что сегодня ночью. Все. Реведерчи, малышка. Мне вот только интересно, если ее все-таки правда отключат, вернут ли нам ее когда-нибудь или все. Или мы больше никогда в этой социальной сети не сможем брюжать. Спасибо. Что-то интересненькое посадили в этом году, что еще не сажали. Да нет, я уже, наверное, мне кажется, все интересненькое сажала. Но все тоже самое интересненькое будет. Это прямой эфир, мама. А, ты тортик выбираешь мне. А пломбирный есть? Одну секунду, очень важно. Мама, я в прямом эфире. Я смотрю, нету пломбирного. А, есть. Есть? Взять? Да. Кунгарь, коричневый какой-то. Нет, тогда это не пломбирный. Брать? Нет, коричневый нет. А, выбери следы, чтобы не шоколадный был. Тут интернет не ловит. Простите, пожалуйста. У меня будет фиолетовая кукуруза. В том году сажала. Фиолетовая капуста. Фиолетовая и желтая тоже капуста, но цветная. Брюссельская капуста красная. Цветная морковка всех цветов. Коричневая, сиреневая, оранжевая, желтая, белая, красная. Ну, помидоры разноцветные, это естественно. Перцы разноцветные, это естественно. А что у меня еще такого интересного было? Картошка фиолетовая у меня. Наверное, все. Все, наверное. Как бабулечка ваша? Ничего, слава богу. В каком городе будет проходить операцию? В Москве. Ань, ты любишь роллы кушать? Обожаю. Вчера, ну, хозяин приехал в 12-м часу ночи, наверное, домой с работы, привез роллов в порцию. Я ее схомячила, а дети утром просыпаются, контейнеры стоят. Говорят, ой, а где это роллы? Ну, пришлось сказать, что это папа какие-то кости в контейнере привозил, а роллов не было. Очень любим, очень любим все и едим постоянно. И вот 7 лет мы их готовим, и за 7 лет мы все равно не надоели они нам, как все говорят. Ты, наверное, их видеть не можешь. Мне часто такое говорят, могу. Я их и видеть могу, и есть могу, и готовить могу. Когда цыплят ждете? Ну, это же у меня эти индюшки. Я забыла, когда мы их там ждем. Ну, когда-то в марте уже ждем. Потом перепелов заложу, а потом уже курочек. Курочек буду и яйцом брать, и хочу, если получится, у меня купить уже взрослых кур, чтобы как бы с яйцами быть. У нас торты по 3 кг. Будет сложно такой фокус провернуть. Были ли вы в Беларуси? Если нет и будет желание, то вас примем. Спасибо большое. Я не была в Беларуси. Хозяин часто, кстати, мотается туда. А какие сорта помидоров? А вот сейчас буду сажать, покажу. У меня прям стопка такая. Еще ж не сажала. Спасибо большое. Кто-то приехал. Я тоже с вами помидоры буду сажать. Готовлю сегодня. Здоровайся. Пчелом бью. Ленин жив. Цветет и пахнет. Не надо. Не пахнет ничем. Помидорами пахнет. Что ты начинаешь? Как ваши цифры после УЗИ? Что-то я, наверное... А, после УЗИ яиц. А я только два посвятила на видео, а все не проверяла, если честно. УЗИ яиц. Я на перс. Иди. УЗИ яиц. УЗИ яиц. УЗИ. УЗИ яиц. УЗИ. УЗИ. Продолжение следует... 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 Почему дети бабушку зовут по имени? Вот не знаю, бабушку мою зовут бабушкой, наверное, никто их не заставлял, для мамы это не имеет значения, там вот как некоторые говорят, что ваша мама что не разрешает называть себя бабушкой, вообще по барабану ей, но почему-то вот ее они зовут, а маму хозяина они прям бабушка Валя зовут, потому что моя тоже бабушка Валя, вообще все это очень сложно, у нас позвать бабушку, когда все вместе собираются, прям большая проблема, потому что только они кричат бабушка, три бабушки уже бегут к ним, покажите Ульяну, они же уже кума сразу пишут, не покажу я Ульяну, потому что она вон у кумы, которая сидит в прямых эфирах. Муж разъел, сказал больше никогда к роллам не притронется на любителя, ну роллы действительно нужно полюбить, первый раз, когда я попробовала роллы, мне тоже не понравилось, ну и на первом курсе института, а сейчас за уши не оттянешь, вы просто еще раз его заставьте попробовать, а вообще это неплохо, вот если ваш муж не любит роллы, это неплохо, вам же больше достанется. Не нашла дихондру и белых баклажан, дихондру уже поздновато, наверное, сажать, в любом случае, у меня, кстати, погибло два или три куста, не знаю, с чем это связано. Такой сарай можно из страусов, нет, страусов будем заводить? Да, я шашлык попробовал из ягненка в московском ресторане, если бы это был первый раз, что я попробовал шашлык, я больше к нему никогда не притронусь. Готовить надо уметь. А, это он про роллы. Просто ваш муж не пробовал наши роллы, хотел сказать, хозяин. Вот если бы он попробовал наши роллы, он бы их полюбил. Мне может не получиться, конечно, но если получится, то будет. Какой породы индюки у вас? Понять о ними. Какой породы у нас индюки? У нас самые большие индюки, по 20 килограмм. Не знаю, хозяин где-то покупал там яйца, белые. А где взрослых кур будете? У частника или снежка? У частника хочу взять. Помните, я вот рассказывала, девушка, которая делает нам страховку, она, оказывается, выводит различные породы птиц, и если получится, у нее хочу приобрести. Надеюсь, она мне продаст. Вот она стартом. Я что-то про вас не знаю. С тортом. Прическа, волосы назад. Все, это что-то затевается. Отмечаем. Пакет. Последний день инстаграма. Не тому что. А, там... Бутылочка. Да, вакуленки. Мама. Даже бутылочку нормальную не могла привезти. Ложки. Заразовая. Слышишь? Авокадо. Слышишь? Слышишь? Авокадо. Ты просила авокадо? Так, ладно. Создайте мне тишину. Че гуй-то? Я разговариваю. Работай давай. Не чаю попью? Черничный. Да я... Ладно. Делайте чай. Так, мы тоже хотим курочка завести в этом году. Телеграм есть? Есть! На... Телеграм-канал. Ссылка прямо в шапке профиля у меня. Можешь проверить? Я правильно ставила правду. А где рецепты ваших роллов? А, нету рецептов наших роллов. Секретный рецепт. Красс, бутылка. Где? Вот этот. Ой, я уже столько пропустила. Егор Храдаш. Особенно запеченные остреньки. Ммм, и Филадельфия. Буся и сосиска всегда на улице живут? Или вхожи в дом? Всегда на улице. Меня дети зовут бабушка Алена, хотя я и Лена. Спрашивали, почему тебя по имени зовут внуки. Да, они меня сначала бабочкой звали. А, да. Раньше, кстати, когда маленький Егор был, он называл не бабушку маму, а бабочка. Бабочка, бабочка Лида. Так прелесть такая была. Виноград не укореняли, еще не... А, моя бабушка Лидия Ивановна. До русских дела. Собрался сажать авокадо. А еще есть авокадо. Ну, сначала есть, а потом сажать, да? Сначала помыть. Почистить. Дайте маме провести прямой эфир. Можно я съем авокадо, а потом пойду русскую? Конечно. Про Джека я уже ответила. Пост писала на странице. В прошлом году покупала семена, дорогие перцы от партнера. Осенью все перцы вычистила от семян. В этом году бесплатные посадочные материалы. Почти все взошли. Но взошли, это же еще полдела. Надо, чтобы они еще плодоносили. Говорят же, что вот если вот этот F1, то не будет плодов. Я не очень разбираюсь. Продолжение следует.